Те, кто приехал, те друзья, которые приехали из Америки, они говорят, что там никто не знает даже, что... Ну, толком не знает, что у нас есть проблемы с украинцами. О том, что у нас с Америкой противостояние, они тоже, американцы сами не знают тоже об этом. Во всяком случае, ну, из живого общения нет никакого противостояния и так далее. Итальянцы, австрийцы, в январе я был в Италии, на границе с Австрией, заезжал в Германию и так далее. Была туристическая поездка специально для сына. Европейцы в курсе этих событий, но нет враждебности абсолютно никакой. То есть, когда я говорю, мы, а мы с женой, когда едем, она, причем, киевлянка, украинка, русский, они говорят, вы откуда? Я говорю, россиян, она говорит, ты Украина. Итальяне смотрит на нас и говорит, о, украина и Россия have problems. Я говорю, ну, видите, нет проблем. Это хорошо. Они не стремятся кого-то обвинить из нас, они просто жалеют, что это происходит. Во всяком случае, из общения с простыми людьми это так выглядит. Вот. И никто мне не сказал ни разу, русские плохие. Когда мы вышли в Латвию на сцену, в конце концерта я сказал, говорю, вы тут, наверное, уже ждете наши танки возле границы, переживайте. Что сейчас пойдет артиллерия, потом конницы, как всегда. Они ржут сидят, смеются. Я все время говорю, вы знаете, ну, максимум, что мы можем сделать, и всю жизнь делали, вот, время моей жизни. Мы делали какие-то подарки всем. Понимаете? Мы можем вам подарить кусочек русской зимы, показать, что такое. Когда вы приедете к нам, да? Кусочек теплых побережий наших. Показать. Можно показать настоящую женскую красоту. Некоторым странам в Европе, у которых женщин не хватает красивых. Вот. А вот единственное, что, говорю, водку выпьем сами. Потому что, если будем трезвыми, никто ничего не получит. Никаких подарков, говорится. А танков ждать в Латвии, говорю, поверьте мне, это такая глупость. Не заводите себя напрасно. И народ хлопает. Они согласны с этим, что это чушь полная. Что нужно ждать нападения России в Европу. Куда это?